Всем привет! Сегодня на нашем канале... Счастье есть мукбанк у нас? У нас вкусняшечки, горбуша горячего копчения, курочка копченая. У нас не совсем правильное ПП. Да, у нас картошечка. Вареное все. Ваня, долгожданные овощи, как просил, да, Ваня? С сыром. С сыром, ну, чуть-чуть потертый. Чаек простой, обычный. Китайский. Ну, там, да, типа китайский, не знаю уже. А, в общем, у нас открылся рыбзавод, друзья мои, после ремонта. Он же горел, да? Больше года назад, да, там был пожар. И вот он, наконец, возобновил работу, и вот первая продукция. И я так удачно после больницы зашла и вижу, о-о-о, надо купить, попробовать. Курица тоже является рыбой? Ну, она тоже как птица, там же. Я хочу попробовать добавить соевый соус. Давай. Попробуй, рассказывай. Сейчас такой... Фу, фигня. Выкину. А я же тебе надо было чуть-чуть, вот здесь хлебушек, Ванюк, если тебе надо. Потому что всё-таки копчёное надо это кушать хлебушек. Оба скрашку полить. Вообще, горбуша уже давно... Солнце вкусно. Вкусно. Ну, соевый соус мы как бы так-то его любим кушать. Горбуша уже хожу, смотрю, знаете, в монетке сейчас горбуша свежемороженая. И даётся со скидкой. И я хожу на неё, смотрю и думаю... В монетке? В монетке, да. А стоит сколько? Ну, я не помню, но она со скидкой стоит. Думаю, надо купить. А их лежит там несколько штучек, да? То есть... Всякая фигня, да? И дело в том, что пока я собираюсь, её просто там уже не будет. Каждый день-то я не хожу туда. Вкусно. Горбуша вообще я люблю горбуши. Ваня, может я попросить коту закинуть кусочек? Он тоже любит горбуши. А, это как на таможенном пункте так. Передайте, пожалуйста. Ну, передаёшь. Он сейчас всё равно будет просить. Он уже кругами ходит просто возле нас. Ну, рай, ну, ротирал. Всё, кушаешь. Я тут просто смотрела тоже мукманку, одну женщину. У неё... Она рыбу кушала, и кошары просят там, уже что она это. Отшугивают, и там комментарии сразу. Вот, там, типа, накормить, и накормить, да бесполезно кормить кошаков. О чём вы говорите? Он хоть и сытый будет, и ты рядом, если сядешь, кушать, он всё равно будет лезть и просить. Понюхать, но всё равно ему нужно будет. Ваня, что курочка? Ваня сказала, я рыбу есть не буду, я буду есть курицу. Я ещё не попробовала. Вот так вот её курю, вот этот вот раз. А что-то она тебе нужна, что ли? Нужна. Хочешь, чтобы тебе лапу отломить? Давай. Давай, зверю. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Бежала. Кушай. Кажурочки там где-нибудь складывай. Всё. Бери это, кушай прям сразу. Упало мясо. Да, упало мясо. Мам. Ответишь на два вопроса? Угу. Ай, ты чё? У меня вопросы висят. Два вопросика? Ваня же без меня снимался тогда. А я не стала сниматься, потому что у меня мясо. Да, ты лезь. Брыз, чё, просит, да? Вот теперь всё. Ну, всё теперь будет просить. Надо, пожалуйста, ему. Ещё да. Там, так-то, у него мисочка есть, Иван. Чё, как курица? Нормально? Ну, так, вроде бы, про это. Про копчёнистая. Про копчёнистая. Она иногда бывает, берёшь копчёную, а там красная. Я такой, боюсь кушать. А чё ты мне дашь? Кто мне там задавал-то? Так. Я тебе их зачитаю. Ну, давай. Раз. Так, первый вопрос от Миледи Дарья. Здравствуйте, очень аппетитно кушать. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Если бы была возможность переехать в другую страну, либо город, где бы вы хотели пожить? Где бы ты хотела пожить? Я в Сомали. Если рассматривать другую страну, то однозначно это был бы Таиланд. Потому что, ну, во-первых, на сегодняшний момент мы там жили самостоятельно месяц, и я как бы немножко ориентируюсь, плюс у меня там есть уже появились знакомые, которые живут там уже по многу лет, но единственное, что там всегда проблемы-то в прописке, вид на жительство, там нет постоянного вида на жительство российских граждан. Ну, может быть, в единичных случаях там, да, он даётся, но это мы не попадаем под три варианта. Вот. Сейчас я смотрю Кимов, Ольга Ким там с семьёй, да, они переехали в Турцию. Я вот сравниваю, например, ну, Турция, да, тоже можно было бы в Турцию, во-первых, до Турции добираться недалеко, там всего несколько часов, по сравнению с Таиландом. Зато до Таиланда интереснее добираться. Ну, знаешь, как сказать, мы даже в гости пожилым родителям, например, ехать, это уже тяжело. Итак, бабушка и дедушка Миссель, там сколько часа, 4-3-4 часа там, они уже прилетели. А здесь столько пересадок, они одни не доберутся. Ну, это если конкретно мы на самой там жили, да? Ну, да. Турция, ну, там как бы не хвалили, Ольга там, да, что безумно дешёвые овощи, да, мы ходили с мужем на рынок и не раз в Турции, там действительно хорошие, шикарные базары, рынки. И стоит оно всё относительно недорого в определённые периоды. Но мясо там очень дорогое. Ну, есть, в общем-то, какие-то нюансы определённые, которые нужно тоже гораздо сложнее, чем в Таиланде. Я вот так вот просто сравниваю, смотрю. Но я бы, бесспорно, бы, конечно, уехала жить в ту страну, где тепло, где много-много солнца. Потому что север мне уже вот так уже надоел. Мне надоело. Я люблю холода, морозы, мне нравятся. Но у нас он слишком много. Это слишком много, да? Белый снег, красиво. Его много, он белый. Иногда вот эти морозы, я тоже их люблю. Ну, когда выходишь, это вот мороз, там всё гудит, хрустит. Это как бы определённо тоже есть. Но всё-таки пальмы и море это гораздо приятнее. Если город, то, ну, мы уже определили для себя Екатеринбург. Мы, я уже говорила, там квартира у нас есть. Сейчас там дочь живёт. Потом Ваня поедет туда учиться. Вот. И эта квартира как бы, ну, всё-таки с прицелом на то, что мы когда-то уедем отсюда и жить туда. Челябинск область? Нет, не хочу. Оттуда, откуда я родом, вообще не хочу. Оттуда вам надо бежать? Меня настолько туда не тянет. Знаете, вот исключительно только, что у меня там родители. И там, ну, там моя сестра. Всё. Больше меня туда, никакой ностальгии у меня там вообще нет. Я приезжаю, смотрю на этот... Ну, не знаю. Есть, конечно, что-то меняется. Ну, так, относительно. За столько лет, это там минимум, что-то меняется в этом городе. Фонтан построили. Ужасно отвратный фонтан. Из одного ужаса переделали в другой. Я вообще не знаю, у кого вообще просто хватило, что за горе архитектор это придумал. И все остальные утвердили, подписали это. Я не знаю. Ужас. Муж, вот он родился, да, скажем, в Уфе. Мы там... Я была там однажды только. Муж, в принципе, вот тоже уже... Ну, как там, и дедушки, и бабушки умерли, всё уже тоже. Туда и муж не ездил. Ты была в Уфе? Да, ты, Ваня, ещё в коляске был, когда мы там были. Ты не помнишь этого. Поэтому... Может, если арюку хочешь, вот прям вот это место. Да, да, я так и даю. Здрасте. Коту я выберу сама, что надо. Как туда и... Там никого нет, и как бы, ну, не знаю. Почему Екатеринбург? Потому что там уже первые дети нас тогда обосновались. Ну, пока так. Учеба там. Там нам добраться проще. Я имею в виду, если Уфа, Башкирия, это очень далеко нам это ехать туда. Нет, пока нет. Вообще, честно говоря, не рассматриваем. Ну, Екатеринбург. Москва, Питер, это большие, огромные города. Это слишком шумно, да. У нас очень хороший район в Екатеринбурге. Там прогуляться можно. Вообще. А большие города... Я люблю Москву. Муж как бы у меня вообще категорически не любит. Я люблю. Мы приезжаем иногда. Вот он. Ради меня там мы гуляем день-два. И всё. Ну, не так часто, конечно. Вот. А чтобы жить туда, я сама тоже не хочу. Большие города нет. Не хочу. Да, конечно, Екатеринбург небольшой. Большой тоже. Ну, потому что дети там учатся. Потому что нам достаточно проще туда доехать, добраться до Екатеринбурга. Поэтому это тот большой город. из всех, которые мы определили для себя. И учёба. И, возможно, потом даже денежное проживание. Северные города, они всё равно когда-нибудь будут затухать. Это всё не вечно. На самом деле. И вообще здесь последнее время... Ну, оно всегда так было. люди приезжают, уезжают. Очень много людей сейчас уезжают. Кто-то уезжает и возвращается обратно. потому что никто нигде никого не ждёт. Поверьте, ни здесь на севере, ни на земле. каждый находит своё место там, где его находит. Конечно, мои знакомые, мои родственники, которые живут в Челябинской области, они всё работают там, учатся, живут. Потому что они изначально там начинали, правильно? А я 18 лет оттуда уехала и начала жить здесь и обустраиваться. Там я уже для себя... Всё накрыла? Ну, конечно. А, это... Я бы ещё согласилась в этом на Антарктиде пожить. Нет, такие все места приехать, посмотреть. Я люблю морозы. Я так понимаю, что имеется в виду смысл того, чтобы ПМЖ имеется в виду. Ты придерживай одной рукой, пожалуйста. А то оно соскользнёт и улетит, конечно. Я так понимаю, что вопрос имеется в виду ПМЖ, а не Котик там два. Отламывай, просто кушай. Картошечка, если надо, тебе накладывай. Овощи там ещё тоже лежат. Это. И второй вопрос. Дима Коряк задавал, как бы мама отреагировала на то, что я пью или курию. Как бы ты отреагировала? Отрицательно. Всё понятно. А в больших красках там? Ну, сейчас 15 лет, да? Курить? Ладно, можно. У нас в семье никто не курит. Да. Когда-то там муж курил, он очень давно уже бросил курить. У нас в семье не курит никто, не дедушки. Дедушки все тоже побросали курить. Одного я попросила, чтобы бросил. Да. Поэтому как бы для нас это неприемлемо. Мы понимаем, что это вред здоровью и так далее. А детям курить, ну, извините меня, организм формируется и так здоровье-то то и дело, то кашель, то ещё что-нибудь. Какой тут ещё курить? Я вот смотрю на них, бедоладья, особенно у нас здесь на севере. Солнца и так не хватает, витаминов не хватает, они ещё курят стоят. Не знаю. Мой мантей, мои манты, классики. Вырастите, я сказала, делайте, что хотите, уже свой ум у вас сформируется там. Что хотите, делайте. Пробовать спиртное, ну, как бы вот шампанское, там, да, пожалуйста, мы ему предлагаем, он не хочет и не надо, но он пробовал, ему не понравилось, всё, как бы, да? Я как бы, ну, там, новогодний, Новый год, что ли, да, был? Мы же тебе пробовали. Разрешили немножко попробовать, ну, так вот, в бокальчике налили. Да хватит уже. Ну, всё на этом. Мы посмотрели его реакцию, там, и тогда, у него нет пристрастия, но в любом случае, если бы, не дай бог, было пристрастие, это у нас война была бы, конечно. Я, ну, смотря в каком возрасте, в 15 лет, конечно, я бы вот сейчас это однозначно, я бы это не... В 18, допустим. Вань, в 18 ты бы ушёл в армию, а с армией бы ты пришёл, и пошёл бы работать. Хочешь выпить с друзьями, выпьешь там, это будет уже, ты уже будешь самостоятельным человеком. Конечно, там, это бы тоже дальше всё наблюдалось, там, потому что есть такие, которые пьют и пьют беспробудно, это тоже недопустимо. А это? У нас просто, слава Богу, в семье, знаете как? Мы все за ЗОЖ. И ЗОЖ, и в том числе, ну, мы с детьми разговариваем, и наши дети слышат нас. Ну, по крайней мере, вот до сих пор и старшая дочь, и Ванька как-то, у нас есть общение между собой. И если мы разговариваем и говорим, что, ну, это не надо, то это не... ну, как бы это понимается. Попробовать, да, мы ему дали, ну, интерес когда-то все равно будет. Пусть он будет за нашим столом. Попробует этот интерес. А это? А как это? Ну, курить, типа, ну, вот вы станете самостоятельными лет 18, тогда ладно, хотите, что делать? Иду как это. Курить я вообще против, курение. Не, я... В любом возрасте. я понял, я понял. это, такие, ладно, делайте, что хотите, 18 будет? Да. И такие, это, уже 20 лет, такой, папа видит, допустим, что я курю, так подошел, как дал подсадыльник. так и будет. Папа бы дал подсадыльник за такое. Просто я говорю, мы ведь не курим не потому, что мы не... ну, как сказать, мы понимаем, что это вред здоровью. И однозначный вред, и папа, который покурил несколько лет, он тоже... Ваня, двумя ручками, пожалуйста. Он же тоже понимает, что это, как бы, он понял, что это вредит здоровью, и он бросил курить. И поддерживать в этом детей своих, ну, не знаю. Да отстань ты от меня, трогая. Поэтому, когда я понимаю, когда, знаете, в семье, например, у нас вот были знакомые, ну, мама, папа, все курят, дочка курит. Ой, я ее гоняю, ничего с ней сделать не могу. Ну, конечно, ты ничего не сделаешь. Вы сами курите, дома сидите. Как вы ее сделаете? Она залезла в карманы, с одной пачки вытащила сигаретку, с другой рассказывает, как она там аккуратненько вытаскивает эти сигаретки. Конечно, все курят в семье, да как не будет курить ребенок. Ты про кого? Ну, девочка одна. Так что, ну, как-то так. У каждого разное отношение к этому, ко всему. Ну, по крайней мере, вот я работаю, да, с коллеги у меня. Ну, что касается детей, никто не относится так, ай, он сам знает. Ну, как? Все относятся к этому серьезно и с конкретным отрицательным знаком, да? У нас здесь и так кислорода не хватает. Еще, извините меня, не курить ходить, ну, не знаю. Да, от ней мы золотом держим. Ну, что, мы наелись? Да. Как тебе курица? Нормально. Мне рыбка тоже понравилась, я вот почти половинку навернула, конечно, с помощью квина. А я сейчас кота наверху. Так и просит, да? Да, к ней он уже за кофту цепляет. Так, что у нас сегодня, да, не знаю, говорили, нет, мороз, 25, с 1 по 4 актировка, холодный ветер такой на улице. Середина ноября. Да, мы сегодня хотели с Ванькой так по шаурме навернуть, но отказались из-за того, что нужно идти. Никому не захотелось? Никому не захотелось. Холодно, холодно просто. Поэтому. Ну, я как-то хотел предложить маме попросить кого-нибудь из друзей сходить, и уже, дабы мы ему потом эти деньги отдали. Да, ну, нет, нет, в следующий раз. Мы будем в следующий раз, да? Ирина, у нас будет? Да. Сбросим и перезубим? Конечно, сбрасываем потом. Так, ну что, друзья мои, все, мы будем заканчивать. Мы наелись, мы напили. Всем большое, огромное спасибо, кто с нами сегодня был. Друзья мои, ну, подписывайтесь, не стесняйтесь, приходите к нам на наш канал, будем вместе вот беседовать, кушать. Стримы запускать? Да, да, так что, что надо предложить? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии. Всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok